Тема, которая просто взорвала мой тикток, мой инстаграм, мое вообще все, эта тема называется замасливание. Кстати, я не представилась, меня зовут Мария Кравцова, и я помогаю, помогаю. Я помогаю людям при помощи простых правил питания, о которых не знают ни диетологи, ни нутрициологи, начинают делить свою жизнь на до и после. На до, там, где была апатия, раздражительность, целлюлит, болезни различного плана, депрессии, мало денег, утром проснулся, уже устал, лишний вес, не могу похудеть, диеты, стрессы и так далее. И после, жизнь без диет, без таблеток, без врачей, полная энергии, реализации, денег и всего остального. Вот. А теперь о замасливании. Замасливание – это такой утренний ритуал, который я лично выполняю ежедневно. То есть я лучше не поем, не попью воды, но замасливание я сделаю всегда. Если мы рассмотрим то, в каком порядке нужно делать замасливание, пить и есть, то должно это выглядеть так. Так, изначально мы пьем воду, через 10 минут мы делаем замасливание, а есть мы начинаем минимум, чем через 15 минут. То есть можно выдержать 15 минут, а можно и 115, вообще пофиг. Итак, что нам нужно для замасливания? Во-первых, нужно взять посуду, не содержащую металл, то есть у меня это обычная рюмка стеклянная. Выжимаем одну чайную ложку лимонного сока, причем лимон должен быть свежий, а не такой, что вы накануне его там где-то выжили, он у вас простоял всю ночь. Нет, берем только свежий лимон, одну чайную ложку, добавляем к нему одну чайную ложку масла, у меня сейчас тыквенное холодного отжима, но вы можете брать любое другое. Главное, чтобы прямо было написано холодный отжим, либо extra virgin, по-английски так должно быть написано. Может быть, рапсовое, льняное, миндальное, грецкого ореха, кокосовое, кунжутное, виноградных косточек, то есть их очень много. И, кстати, о пользе любого масла отдельного, да, допустим, тыквенное несет свою пользу, рапсовое несет другую пользу. И вот о пользе масел я рассказываю в своем телеграм-канале, поэтому в описании этого видео смотри, заходи в мой телеграм-канал и изучай информацию о том, какое масло для себя выбрать. Итак, мы соединили одну чайную ложку лимонного сока с одной чайной ложкой тыквенного масла холодного отжима. Эту всю историю нам нужно хорошо перемешать. Я мешаю зубочисткой, так как, опять же, с металлом вся эта история соприкасаться не должна, поэтому я выбираю зубочистку. Можно купить себе какую-нибудь деревянную ложечку, но мне удобно как бы и так. Это перемешиваем очень хорошо, чтобы вся масса стала однородной. То есть, если вы посмотрите, у вас масло даже стало такое светлое, и оно превращается в единую субстанцию. Сейчас я вам покажу. Вот, у меня уже почти готово. Все это стало единой субстанцией. Посмотрите. Я даю всей этой истории, в общем, постоять две минуты. То есть, примерно я уже одну минуту мешала. Сейчас это еще минутку постоит, и я выпью. Вообще, зачем, в общем, нужно это делать? Что дает замасливание? И обязательно ли совмещать с лимонным соком? Смотрите, если мы возьмем масло холодного отжима, оно несет две функции. Первая функция – это легкое, естественное, природное очищение нашего кишечника от шлаков, токсинов, лишней слизи и прочей грязи. Вторая функция, которую несет масло – это транспорт питательных веществ из пищи, которую вы поели, к вашим клеткам организма. Но чтобы масло стало именно транспортом, его нужно соединить с лимонным соком, перемешать и дать постоять две минуты. Такая единородная масса, субстанция становится тем самым транспортом, той самой машинкой, которая берет ваши питательные вещества, макро- и микроэлементы, витамины и везет, грубо говоря, из вашего рта по вашему организму. Первая функция – чистый кишечник, мы наполняемся питательными веществами, у нас начинает бурлить энергия, наши утренние подъемы становятся намного легче, очищается кожа, прыщи, дерматиты, уходят даже аллергии, так как аллергия – это всего лишь переизбыток слизи в вашем организме. И когда слизи становятся меньше, допустим, в кишечнике, да, потому что мы замасливаемся, то уходят даже аллергии, так же, как и прыщи. У меня лично прыщи все прошли после того, как я почистила организм, хотя я с ними боролась 20 лет, они были у меня очень жесткие, очень красные, и после них у меня еще где-то остались даже рубцы. То есть у меня полностью вот вся вот эта вот поверхность чеки, да, под скулой, все было в прыщах. Так что, если хотите себе блестящую кожу без кремов, чистый организм, кучу энергии, и, кстати, снижение веса, потому что от замасливания чистится кишечник, а если он чистится, значит, у вас вес автоматически идет вниз, вы становитесь чистым порталом, а не мусорным ведром, как раньше. Выпьем за это, и на этой прекрасной ноте, кисло, мы с вами закончим это прекрасное видео.